Смотрите, что сказал Святой Франциск. Он сказал, дай Бог, чтобы наши братья подавали по всей земле пример святой жизни. То есть, когда человек просто действует правильно, он уже счастлив. Это будет для нас уже радостью совершенной. Но Святой Франциск говорит, однако не в этом радость совершенная. Он сказал брату Льву, потому что это был его ученик. Он учил его, он говорит, что надо выше еще идти, выше. Есть еще другие вещи, которые выше этого стоят. Можно еще более счастливым в этом мире жить, чем просто обычное счастье человеческое. Потому что душевный разговор вот этот вот, его не просто установить. Вот кто из вас просто не надо руку поднимать, потому что ноги поднимут нечестно. Просто скажите себе честно сейчас. Кто из вас может по душам очень глубоко общаться с своим близким человеком? С сыном, с мужем, с женой, с отцом, с матерью, по душам. Вот очень глубоко, не каждый. Многие вообще ни разу в жизни такого разговора не вели. Почему? Потому что для того, чтобы такой разговор провести, надо сначала от сердца к сердцу дорожку сделать. Что между мною и тобой ниточка завяжется. Я сегодня, когда лекцию шел читать сюда, я увидел несколько человек в глаза. Я увидел, что я не знаю этих людей, вижу первый раз. Но у меня между ними есть ниточка вот эта вот. Она завязалась. Просто через лекции завязалась ниточка. Понимаете, это и есть радость совершенная, когда есть такая ниточка. И в этих отношениях есть радость совершенная, когда есть такая ниточка. Нет ниточки — нет радости в жизни. Часто люди думают, что мы просто вместе живем, и у нас ниточка завязывается. Ничего подобного. Для этого надо честное отношение строить. Вот смотрите, что получилось. Некоторые люди, слушая лекции, поверили мне. Хотя они вообще меня не знают. Если бы они видели, наверное, как я вытворяю, там что, не стали бы мне верить. Но просто слушая лекции, они поверили мне. И вот эта вера — это и есть сила, которая связывает людей очень сильно и правильно. Потому что по факту настоящая вера — это когда ты уже видел в жизни человека. Вот мне пришлось служить своему наставнику, я видел его в жизни. И потом я восстанавливал каждый день веру, потому что иногда там он сморкнется. Я думаю, ну как же такой возвышенный человек сморкаться может? Тогда кашлянет, тогда пукнет. Ну как пукать может святой человек? Понимаете? То есть идея в чём заключается? В том, что иногда происходят такие вещи, которые мне непонятны. Я просто сажусь в молитве, настраиваюсь на него, на того, которого я вижу в своём сердце. И восстанавливаю с ним правильное отношение потом. Но для этого надо уже иметь это делать до этого, понимаете? Потому что сначала кажется, что человек, который имеет Знания, он всё делает абсолютно безупречно, как истукан какой-то, понимаете? Нет, не факт. Человек, который имеет Знания, у него есть сильное желание так жить. Сильное желание. И оно делает его, может, выше, может, намного выше, чем другие люди. Допустим, мой духовный учитель, он 24 года принял отречение от мира. И сейчас, естественно, там ему уже шестой десяток, он уже Личность очень развитая. Я что, о себе не могу совсем сказать. Хоть вы меня сейчас и слушаете. Но я надеюсь, что вы мне даёте кредит доверия просто, что я когда-нибудь смогу лучше стать, чем сейчас. И мы такой кредит доверия должны каждому человеку давать, кто рядом с нами. Своему мужу, своей жене, всем. Потому что этот кредит доверия и поливает человека, делает его лучше в жизни. Я тоже вам даю кредит доверия, что вы будете меня слушать как надо сейчас. Я смело сижу, верю, что у нас будет с вами правильное отношение формироваться на этой лекции. Понимаете, о чём я сейчас говорю? Что это то, что действует из меня. Не то, что этот человек, который пришёл на лекцию, должен быть уже хорошим. Я же хороший, но почему он со мной спорит? Нет, это неправильно. Тот человек, который пришёл ко мне на лекцию, должен быть такой, какой он есть. А я должен быть хорошим рядом с ним. И это даст мне в сердце потом, когда я поеду с лекции домой, это мне даст радость совершенную. Я спрошу в сердце своё, «Как ты считаешь, я всё сделал то, что смог?» И сердце скажет. Или что-то другое скажет. Понимаете? Там диалог идёт, да? Что такое радость совершенная? Должен жить правильно. Не хочу, не хочу. Не могу и не хочу. Да? Вот в этом проблема вся. Мы не знаем, кто концерт, кто дирижёр концерта. Думаем, что я дирижёр. В этом проблема. Потом результат печальной жизни наступает. И этот джигит настоящий, который ехал как настоящий мужчина, он потом оказался, когда там, над своим телом. Я посмотрел на него, проезжал мимо. Я увидел, что настоящий джигит теперь уже стал просто человеком. Потому что он понял, что его бравада закончилась, понимаете? Закончилась сейчас. А сейчас начнётся то, что является уже... А теперь правильный ответ. Иху! Часто после смерти человек получает правильный ответ. Вот в чём проблема. И для меня было важно посмотреть, так ли это или нет. Вот я видел несколько уходов в своей жизни, видел глаза, что чувствует человек. И чувствует он разные вещи в зависимости от того, как он жил свою жизнь. А если жил как дерево, родишься бабабом. А если жил свиньёй, останешься свиньёю. То есть Иисускин спел уже это всё, да? Ну вот об этом Святой Франциско, он об этом говорил своему брату Льву. Что если мы научимся жить правильно, для этого надо сначала изучить, вот как женщине, допустим, правильно. Перед ней стоит муж, НЛО, неопознанный летающий объект. Ну вообще непонятно, потому женщине трудно понять, как психика мужчины работает. Мужчине непонятно женскую психику вообще. Ну вообще непонятно. Но есть правило. Допустим, женщина должна вот так вот делать для себя. Да, мы хорошие, да, согласны. Хотя она 100% не согласна. Всё потому, что она в нём недостатков видит больше, чем он даже может себе представить. И всё запоминает это. Женщина-психика так работает, она всё плохое в мужа запоминает все его недостатки. И потом, когда он бяхнет хотя бы чуть-чуть, она ему выдаст пулемётом сразу. И он даже не сможет даже слова в ответ сказать, потому что он-то видит в нём только в ней, только хорошее. Она ему всё выдаёт сразу пулемётом. И при этом надо вот так делать. Да, мой хороший. И это даст радость совершенную потом в сердце. Оставляете? Фигня какая. Допустим, мужчина понимает, что женщина конючит сейчас, каблучит, конючит, ну неправильно себя ведёт. И он не должен ей об этом говорить. Должен ей говорить, всё будет хорошо, моя дорогая. Да, да, всё так, конечно, они плохие. Всё правильно, всё хорошо. Но ты не расстраивайся. Они станут лучше со временем. Они уже лучше по факту. Они стараются. Хотя он знает, что она просто сейчас в эмоциях находится. Но он к ней относится благородно. Понимаете? Но мужчине очень трудно это сделать, потому что женщина эмоциями разрывает его сердце. Он должен иметь силу внутри. И эта сила, возможность иметь эту силу, это наш долг. И поэтому человек каждое утро, который хочет пример радостной жизни показывать, он должен внутренней жизнью жить с утра. Он должен копить эту силу, батарейку заряжать свою, зубки своей души чистить, чтобы изо рта души не воняло. Как воняет изо рта души? Очень просто. Утром встал, кого-то увидел из близкого, за день так накувыркаешься, придёшь домой, там ты сидишь. Это называется воняет из души. Воняет из души. Я вас не замучил? Нет. А? Нет. Из моей. Все. Кто виноват? Из моей. Да-да-да-да-да-да. Ну, кажется, что воняет от него. На этот момент. Вот эта вся фишка, понимаете, заключается. Фишка именно в этом, что кажется, что воняет от него, а надо делать не так, как надо, кажется, так, как надо. В этом радость совершенна. Смотрите, идея в чём заключается. В этой жизни не надо доверяться первому чувству. Вот кажется, что он во всём виноват. Стоп. Расслабься. Так не бывает. В этой жизни всегда я во всём виноват. Ну, мне и так не кажется. Хорошо, садись, помолись немножко. Ну, а так неинтересно. Ну, извини. Тогда, значит, не будешь счастлив. Прими сначала судьбу. Да, этот человек имеет свои экзамены. Он плохой с этой точки зрения. От него воняет сейчас, это факт. Но мне это не поможет. И ему, если я так буду думать, тоже не поможет. Поэтому я должен сейчас сказать себе, что это мои проблемы. Потому что Бог мне послал такое чудо не зря. Что были причины на это до этого. Самое интересное, что ты понимаешь причины, когда уже экзамен сдал. Потому что этот мир так устроен, что если бы мы понимали, почему мне такой человек дам, то тогда бы проблем никаких не было. Проблема в том, что мы не понимаем. Это означает, что надо сдавать экзамен, чтобы понять. Когда человек уже понял, какие проблемы. Вот мне достался такой человек рядом. Где-то три дня до того, как я сюда приехал, передо мной я видел глаза женщины, у которой ребёнок психически недоразвит. я видел в её глазах жуткое отчаяние. Ну, она приехала лечить этого ребёнка, чтобы я как-то ему помог. Она, видно, что было не сильно много рассчитывать, но хотя бы чуть-чуть, чтобы он получше стал. Я увидел в её глазах вот это чувство сильного неудовлетворения тем, что так получилось, что такой ребёнок родился. И я не стал лечить ребёнка. Я посадил её рядом с собой, и мы начали с ней общаться. Я объяснил, что есть два типа людей в этом мире. Одним людям Бог даёт простые экзамены, а другим даёт сложные. Всё зависит от того, как ты прожил прошлую жизнь. Если ты возвышенно жил прошлую жизнь, сильно и чисто, тогда Бог даёт тяжёлый экзамен, потому что ты сильная душа. Как на санскрите звучит «Махатма». «Маха» означает «большая», «атма» означает «душа». «Большая душа», «сильная душа». Тебе Бог даёт большие экзамены. Если ты слабенькая душа, маленькие экзамены. «Моя хата с краю, ничего не знаю, наплевать, наплевать, надоело воевать». Маленькая душа. Такая у тебя жизнь, нет проблем. Я ей сказал, что вот смотрите, сейчас вам Бог дал вот такой экзамен, потому что Он рассчитывает, что вы можете его сдать. Никогда человеку не даётся экзамен, который он не может сдать. Когда человек сдаёт большой экзамен, я заметил, что все люди, которые просто успокоились рядом с детьми-инвалидами, они все качественно выше внутри, качественно выше, чем все остальные люди на Земле. У них просто само присутствие инвалидов в семье уже даёт им возможность стать другими людьми, намного выше сознания. И поэтому радости совершенной в таких людей в жизни гораздо больше. Хоть все остальные об этом могут за всю жизнь не узнать. Но мы же живём не для того, чтобы кто-то там что-то узнал. Есть же другие вещи, которые более глубокие. Я об этом сказал. И когда я это сказала, она в сердце очень сильно обрадовалась. Мне в сердце возникла радость. Она поняла, что происходит, почему так в её жизни происходит, почему у неё такая судьба, «Зачем?» Потому что она может сдать этот экзамен. Вы скажете, «Ну, только не мне, только не мне». Второй пример. Она девушка никак не могла выйти замуж. И я несколько лет подряд ей говорил, как надо женские качества развивать. Она развивала. И всё равно никаких вариантов. Потом она говорит, «Ну, посмотрите внимательно, может, мне вообще не положено замуж быть?» Я посмотрел, вижу, точно не положено. Я говорю, «Вообще как бы невозможно выйти замуж». Она говорит, «И что значит? Что это значит?» Я говорю, «Это значит, что надо идти в монастырь». И она такая, «Я так и знала». Она обрадовалась вот так и сказала вот такую вещь. Но вы бы не обрадовались. Видите, каждому человеку даётся своё в жизни, то, что ему положено. И радость её указала на то, что был правильный ответ от меня прозвучал. Правильный ответ. Скажешь, «Ну, в монастыре нет счастья. В монастыре в 10 раз больше счастья, чем вы можете себе представить. Там люди живут настолько глубокой жизнью, что нам и не снилось вообще. Это не для каждого человека такая жизнь». Все думали, «Не для меня точно». Согласен? Так, движемся дальше. Дальше уже ещё выше. Понимаете? Хотя бы до этого уровня добраться, чтобы поступать так, как надо, а не так, как хочется. Потому что всегда есть выбор. Или поступаем так, как надо, что непонятно, или так, как хочется, что очень понятно. И легче, и понятнее. Вот в этом заключается экзамен. Понимаете? Потому что есть Писание, там ничего не понятно. Зачем насто жить с тем человеком, который… Зачем подставлять вторую щёку, когда ударили по первой? Бред полный. Знаете, как индусы победили англичан? Независимость получили. Был один человек, которого звали Ганди. Юрист по образованию. Это индус. И он очень глубоко понял, как устроен этот мир, и понял, как побеждать. У него знание о победе раздилось в сердце. И он понял, что побеждает тот, кто остаётся безупречным в поединке с неравным соперником. И в результате он начал учить. Первое, что он сделал, это в ЮАР была забастовка. И он объяснил всем, сейчас вас будут бить, не сопротивляйтесь. Не ругайтесь, не кричите, прощайте этим агрессорам. И тогда вы их победите только. Так как он очень убедительно говорил, они сделали так, как он сказал. И в результате этого поступка, что никто не сопротивлялся, и они не уходили, их били, они не уходили и не сопротивлялись, поэтому с ними ничего невозможно было сделать. У них было требование, требование вполне справедливое, как к ним надо относиться. Их пытались убрать с этого места, где они там демонстрацию устроили, но они не уходили и не сопротивлялись. Но в результате их там как-то стащили оттуда, что-то сделали, но потом вся пресса начала кричать о том, что есть человек, который победил вот этих вот в ЮАР, этих вот людей, которые там эксплуатат, ну как бы занимались вот этим вот. Этот человек потом поехал к себе на родину, в Индию. и он стал национальным героем с самого начала. Знаете потом, что происходило? Ганди говорит, сегодня не работаем, просто сказал. У него не было средств масс-инфоинтернета, не было. Просто сегодня не работаем. имелся в виду через неделю. Через неделю вся страна не работает. Ни один человек не работает. Потому что сказал, Ганди не работает. Представляете, какая сила? Его убить нельзя было, потому что если убить, всех бы англичан просто порвали бы сразу. Там сто тысячная армия всего была против почти миллиард населения. просто порвали бы их всех сразу. Понимаете? Не понимали, ничего не могли с ним сделать. И он просто пришел к ним в один момент и говорит, ну вам надо уходить из страны. И мы вам даем хорошие условия. Будем с вами сотрудничать, будем торговать и все прочее. И сказал им, что будет. Так как они верили ему, кстати, англичане тоже верили ему его услову, так же, как все остальные. Они без всякого просто взяли и освободили страну. Представляете, один человек победил целую страну. Один человек победил. Вот это вот подставь другую. Он так действовал все время. Никогда не сопротивлялся насилию. И всех учил этого. В результате появилась такая сила, что с ней невозможно было справиться. Но это не значит, что мы должны всегда так же поступать. То есть воин должен защищать страну, там танки идут, надо сражаться с танками. Это все понятно. Но я сейчас сказал, какая сила выше. Когда противник неравный, можно вот так победить. Но для этого ты должен быть таким человеком. Ты должен быть сильнее. Его много раз к нему бросали, вытаскивали, потому что были демонстрации против того, чтобы он сидел там. Ну то есть, понимаете, он один просто так себя вел, что никто не смог ничего с ним сделать. Видите, есть правило, закон священных писаний. Хотя бы один закон, если ты понял, тогда ты становишься огромной силой, личностью. Допустим, есть такое качество, простота. Простота. Это святое качество, качество святого человека. На первый взгляд, кажется, что простота — это фигня. Надо быть, наоборот, крутым, надо одеваться круто так, показывать, что ты нормальный мужик. Понимаете? Но Ленин, он не показывал никому, что он нормальный мужик. Он имел вот эту силу. И когда он выходил к людям и говорил, товарищи, все сразу становились его не просто по слову, а по жизни. Люди жизни за него отдавали. Просто за этого человека отдавали жизни из-за того, что у него было это качество, простота. Одно качество всего характера или другое качество характера святой Личности называется решимость. Я не говорю, что вот сейчас святая Личность обладала этим качеством, как и про Ленина тоже они считают, что это святая Личность. Просто привожу примеры о том, как люди интуитивно, желая того, не желая, просто следовали Священным Писаниям. Например, качество решимости, как вы думаете, кто и обладал этим качеством? Гитлер. Гитлер, да, то есть там он выходил к людям, начинал громко что-то говорить, народ столбенел просто от его решимости. То есть все видели, что этот человек может действительно сделать то, что он говорит. Понимаете, у него была такая сила. мы не будем сейчас говорить, что из-за чего было. Мы говорим сейчас о том, что есть какие-то черты характера, которые дают счастье в жизни. Не будем подробностей говорить. Да, Ганди там, он был таким человеком. Он со своей женой жил священную жизнью. Но мы не будем сейчас об этом говорить. Нам это не поможет. Нам поможет то, что мы хотя бы поймём, что есть, это есть, это существует. Вот допустим, если проанализировать личность Сталина, что дало ему возможность побеждать, быть, управлять страной? Что ему дало? Какое качество? Решимость? Нет. А? У него было терпение. Он был очень просто железно терпеливым человеком. Железно терпеливым человеком. У него была сила терпения огромная просто. У Сталина. И вся страна на этой силе терпения держалась всю войну. Понимаете? Так далее. Есть много великих личностей. У каждого есть хотя бы одна черта характера, которая делала его победоносным человеком. Но вот допустим, в семейной жизни есть простые черты характера, которые дают силу в отношении. Допустим, вот смотрите, изначальные, самые начальные, базовые какие-то вещи, которые дают силу. У женщины нельзя, женщине нельзя, когда она создала семью, думать, просто думать, так настраиваться, что я могла бы себе найти получше. вообще так нельзя, даже мысль такую нельзя допускать. Если допустила, до свидания, мужик, мужика понесло. Потому что мужчину рядом с женщиной держит это чувство верности, ее верности женской. мужчине ни в коем случае нельзя допускать идеи, что ну как бы он слабее в чем-то своей жены. То есть он должен быть очень сильным рядом с ней. Что бы ни происходило, он не должен показывать свои слабости. Это тоже верность уже с мужской точки зрения. Понимаете, есть какие-то правила, которые надо соблюдать. если ты без правил живешь, значит жизнь будет фиговая. Вот и все. Это то, о чем мы говорим сейчас. О том, что сказал святой Франциск. Дай Бог, чтобы наши братья подавали по всей земле этот пример правильной жизни. Правильный или святой, это одно и то же. Разницы никакой нет. Пройдя немного далее, Франциск опять позвал брата Льва, запиши еще брат Лев, что если наши братья будут исцелять больных, имеется лечение тела, изгонять бесов, имеется лечение тонкого тела, или делать духовно слепых зрячими, это лечение души уже. Запиши, что и в этом не будет радости совершенной. Движемся дальше, да? Пошли вперед. Посмотрите, первое, что человек в своей жизни достигает. Мира своей души. То есть, смотрите, все зависит от того, насколько у тебя сильный контакт со святостью, с чистотой. Первая стадия жизни, детская стадия, когда человек на уровне детском, детском сознании находится. Я могу. это вообще не воспринимается как то, что может сделать человека счастливым. Это просто невежество. И все. И некоторые люди до всю жизнь достигают каких-то высот жизни, но так как они вот это я сказал, я могу, то есть, ну как бы, они рассчитывают только на себя в своей жизни, поэтому вот здесь вот у них ничего нет. Просто одни понты. То есть, отношений с собой глубоких нет. в результате. Если человек верит в святость, чистоту, у него есть как бы вера, у него есть пример вот этой, пример чистой жизни перед его глазами. Он верит в человека, который связан с Богом. Не просто в человека это означает создать себе кумира, а верить в человек, который связан с Богом, это уже не создать себе кумира, потому что человек, который связан с Богом, он никогда как кумир себя не ведет. Он ведет себя всегда как слуга, очень смиренно. Чем сильнее человек возвышен, тем меньше он себя считает возвышенным. Понимаете? Это очень важно знать. Итак, чем больше вот этой связи, тем сильнее человек справляется со своей судьбой. То есть в сердце появляется уже вот здесь вот мир в душе или спокойствие. Большинство людей живут беспокойно очень в жизни. Они постоянно беспокоятся о своей судьбе, о проблемах. Но есть люди, которые в результате внутренней жизни достигают спокойствия в сердце. Что бы ни происходило, они в состоянии спокойствия находятся, принимают судьбу. Спокойствие означает принятие судьбы. Иногда им требуется время, чтобы принять, но они уже знают, что они примут. У них есть это знание. Это самый первый этап счастья, быть счастливым. Самый первый. Есть еще второй. На втором этапе человек начинает это чувство счастья передавать другим уже. Судьба продолжает его испытывать. То есть люди все вокруг такие, какие они были. Ничего не поменялось. То есть они облучат, там делает свое, там все, мучают нас. Но когда человек на втором этапе находится, сначала физически он делает лучше людям, потом психически и потом душевно. Понимаете, что значит исцелять? Это означает что-то передать. Это не механический процесс. Нужна сила внутри, чтобы исцелять. Это означает, что у тебя уже там все нормально внутри. Если ты там лодку напился, накурился там, сейчас я вам помогу. Но ты себе сначала, брат, помоги, а потом уже пытайся кому-то другому помочь. Понимаете? То есть, ну как бы чтобы другому помочь, надо сначала, чтобы уйти там, что-то было внутри. Что-то было. Понимаете, о чем говорю? То есть первый этап — это совершенная жизнь, пример. То есть ты сформируешь внутри себя вот это спокойствие или мир в сердце, радость. Ты побеждаешь судьбу сначала внутри, потом уже начинаешь помогать другим людям. Если человек кому-то помогает в жизни, это не значит, что он уже там у него полный мир. Просто бывает у человека какой-то отсек в жизни, где он силен. Вот кто-то, допустим, силен в том, чтобы заботиться о других. Женщины часто сильны в заботе. Мужчины, допустим, часто сильны в том, чтобы дать правильный совет. Но если человек дает правильный совет, значит в этой сфере он уже победил свою судьбу. Иначе совет будет неправильным. Понимаете, о чем я говорю? То есть о следующем этапе. Святой Францисус здесь говорит о следующем этапе, что есть еще более высокий способ жить. Когда ты счастлив сам, счастьем поделись другим. Мы желаем счастья вам, счастья в этом мире большом, как солнце поутру, пусть оно заходит в дом. Счастье сравнивается с солнцем всегда. Потому что в ведах описывается, что душа, она маленькую природу имеет. Мы маленькие душевные искорки. А высшая истина или Господь, она как солнце, очень огромное душевное. Это по сути одно и то же. Маленькая искорка и большое солнце — это одно и то же. Но когда искорка летит от солнца, она теряет себя, гаснет. От солнца означает жить своими заботами, просто тем, что у меня в жизни есть. Оставь свои заботы, падения и взлеты. Пойми, что эта жизнь не детская игра. А если с другом худо, не уповай на чудо, спеши к нему. Всегда иди дорогою добра. Дорога добра означает разворот к солнцу. Дорога добра. Спроси у жизни строгой, какой идти дорогой. Куда по свету белому отправиться с утра? Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Видите, то есть дорога добра означает к солнцу повернуться, к солнцу. Это аллегория, сравнение. Потому что солнце находится вот здесь, в сердце человека, то есть от сверхдуша. То, что указывает нам истину. Когда человек тело оставляет, то он видит свет в туннеле. Туннели — это психические каналы, по которым душа выходит из тела. А свет показывает сверхдуша. Или голос совести, голос истины, удача. Удача там находится, внутри. Она, сверхдуша, показывает удачу. Допустим, девушка увидела молодого человека. Один вариант. Что получился? Что получилось? Она увидела. Что получился? Один вариант. Сердечко. Сейчас будем наслаждаться. Кайф. Один вариант — это кайф. То, чего так сильно хотели большевики. Кайф. Теперь второй вариант. Она увидела молодого человека, и у ней вот здесь вот спокойно стало. Она поняла, что с этим человеком всё будет хорошо, спокойно. Вот здесь спокойно. Это уже не кайф. Это значит, что сверхдуша сказала, правильной дорогой идём, товарищи. Дом решили покупать. О, вот этот дом. Кайф. Цена маленькая. Дом хороший. Быстрее берём. Один вариант. Второй вариант. Дом увидели, хотим покупать. Нормально. Спокойно. Нет, быстрее. А просто спокойно. Чувствуете разницу или нет? То есть сверхдуша или вот эта совесть, или голос истины, или удача, она всегда даёт просто ощущение мира или спокойствия. Она не даёт быстрее. Это быстрее, это не сверхдуша. Это значит, надо подумать. Если хочешь быстрее покупать дом, надо подумать. Может, не надо вообще его покупать. Или надо успокоиться, подождать, когда в спокойном состоянии ты будешь думать об этом. видите, всё в нашей жизни связано с внутренней жизнью сначала внутренняя жизнь, а потом внешний поступок сначала преддействие, потом действие, веды говорят и преддействие это главное если ты внутреннюю жизнь не оформил, то там уже ловить нечего перед тем, как экзамен сдавать, сначала в сердце мир почувствуй а потом иди сдавай уже иначе там ничего не будет хорошего потому что если у тебя в сердце мир и ты с наглыми глазами держишь билет, который ты не знаешь ответа не бойся, иди, садись и пиши и даже если ты написал не то, у тебя в сердце мир тебе всё равно троечку поставят, а не двоечку ты скажешь, ну мы чувствуем, что ты учил но если у тебя ты не учил, в сердце мира не будет ты сверхдушу не обманешь если на Бога полагаешься во всём Он тебе даст правильную оценку в любом случае но если ты просто делаешь вид, что у тебя в сердце мир ни хрена не получится потому что вот это вот не обманешь там внутри это невозможно обмануть итак, видите, есть люди, которые могут помочь вот этот тут вот скажет Олег Геннадьевич, а кто мне может вылечить? кто меня может помочь? вот здесь тебе скажет вот помолись, посиди, подумай вот здесь тебе скажет может один человек выйти или другой, неизвестно вот здесь скажет Никто Олег Геннадьевич, кем мне работать? Какая у меня природа? я провёл это правильно, спасибо я провёл такой эксперимент сказал человек, какая его природа, кем ему работать как я чувствую, воспринимаю потом на следующий день я подошёл к нему и сказал его вы уже пошли в этом направлении? знаете, какой был ответ? который я знал, что такой будет ответ человек мне сказал что-то у меня возникли сомнения я тогда ему задал закономерный вопрос а зачем вы меня спрашивали? мне было интересно вот это хороший прикол, да? есть вещи, которые никто не сможет помочь Олег Геннадьевич, какую мне девушку замуж взять? вот эту дальше что будет? ничего не будет знаете, о чём я говорю? что есть вещи, которые самому надо сдавать кем не работать, как не жить сам сдай этот экзамен никто тебе не поможет снаружи за кого замуж выйти? кто мой наставник? какая моя вера? никто не знает ищи двигайся вперёд изучай установи отношения с этой штукой называется внутренняя жизнь ради неё все священные писания написано и продя ещё немного Франциск опять позвал брата льва и сказал ему запиши, что если бы мы были такими проповедниками что дали духовное знание всем, кто его не знает запиши, что и в этом не было бы радости совершенной смотрите, третий этап развития человека первый этап мир в сердце пример праведной жизни человек живёт ради этого примера он не то что мужа хочет удивить или жену просто человек живёт праведной жизнью знает, что это точно приведёт к счастью и это приводит точно к счастью точно вот здесь мир в сердце наступает сразу как только человек делает правильный поступок сразу попробуйте и увидите, что это работает просто жена приготовила мужа и не садится ждёт, когда он спасибо скажет а просто вот приготовила и всё чтобы он был счастлив и поел но женщине очень легко служить очень трудно отдать своё служение она всегда ждёт ответа назад мужчине очень трудно служить но ему легко отдать видите, мужчине легко отдать и он говорит берите всё мне ничего не жалко да что тебе подарить может этот рассвет у меня для тебя невозможного нет да что тебе подарю человек мой дорогой как судьбу благодарить что свела меня с тобой ну то есть мужчина ему ничего не жалко вообще ради любви а женщине жалко но она готова служить она легко может отдавать свою жизнь и то и другое означает что мы не бескорыстные люди но смотрите есть секрет если женщина готовит пищу думая о Боге то тогда в её сердце входит способность просто отдать её мужу потому что вот это вот что взамен она получает во время приготовления когда женщина просто выполняется и созд Intelligence она готовит для Бога, искренне, для удовлетворения Бога мужу готовит. Она мужу готовит, но для удовлетворения Бога. В этот момент, когда она так настроена для Бога, думает о Боге в это время, она получает возможность с радостью отдать то, что она приготовила. И это вызывает благодарность в сердце мужчины и вызывает силу в сердце женщины, которая приготовила. И он становится зависим от неё. Эта зависимость называется верой, верностью. То есть, видите, настоящая любовь, она имеет природу нечеловеческую. Если между людьми есть Бог в жизни, он может проявляться не как алтарь, допустим, а просто как вера в отношения или в то, что мы друг для друга созданы, что это не зря мы вместе, это уже присутствие Бога в отношениях. Люди осознали это, то тогда в этом случае они будут счастливы. Если они просто живут, даже вот смотрите, почему люди не расписываются? Потому что они не верят в отношения. Они хоть и говорят, мы же доверяем друг другу, поэтому не расписываются. Если доверяете, идите распишитесь. Вывернулся как-то опять. Доверяйте, идите распишитесь. Но у нас другая философия. Здесь философия ни при чём. Понимаете? Есть только одна проблема. Или ты веришь, что Бог создал отношения, или ты даёшь себе возможность потом кого-то другого взять. Вот в этом вся философия. Женщина думает, я не буду с ним расписываться, потому что он мне не предлагает. Тоже ему не верит. Тоже не верит по факту. А? А она значит, что делает? Она просто верит. Она верит Богу, что вот мне такой недоделанный достался не зря. Не зря такой мне доделанный достался. И она ему говорит, ты знаешь, я бы была очень счастлива, если бы у меня вот здесь вот было. Обручальное кольцо, непростое украшение, двух сердец оно решение. Обручальное кольцо. Мужу. Это её сила, понимаешь, женщина, сила женщины в том, чтобы мужа доводить до кондиции. Мужчина — это разум жены, а женщина — это сердце мужа. Чем отличие? Отличие заключается в том, что разум без сердца жить не может. Сначала сердце, потом разум. Женщина, она ближе к Богу, поэтому все храмы женщинами наполнены. Женщина ближе к истине, но она не может идти вперёд сама. Мужская сила может двигаться вперёд, женская сила знает, куда идти. Поэтому первая обязанность женщины — это вдохновлять мужа на то, чтобы идти куда надо. И поэтому, если женщина говорит, почему он сам мне не предлагает, потому что ты ему не помогла, узнай свою обязанность. Сколько раз надо искренне от сердца мужу это спеть про обручальное кольцо? Моя статистика показает примерно 50 раз. 50 раз на 50-й. Где-то на 30-й он уже думает, что, наверное, не зря она об этом говорит. А на 50-й уже понимает, что вариантов нет, надо идти расписываться. Точно так же мужчина соглашается завести детей. Разумный мужчина знает, что ребёнок — это для него дополнительная нагрузка. Поэтому женщина, когда ребёнок рождается, она получает высвобождение энергии и счастья в своей жизни. Мужчина получает дополнительную нагрузку. Поэтому женщины обычно хотят детей, мужчины обычно думают. Бывает наоборот. Мужчины бывают немножко такие как бы чуть-чуть. Она говорит, давай ещё одного. Она говорит, давай. И он получает. Ну нормально, так тоже хорошо. И то, и другое хорошо. Но факт остаётся фактом, что когда рождается ребёнок, мужчине становится тяжелее, женщине тоже тяжелее, но она больше испытывает счастье. А мужчина испытает счастье, когда он сможет сдать этот экзамен. Поэтому есть один способ хороший, как сделать так, чтобы мужчина захотел, чтобы ребёнка зачинать. Надо мужчину так беззаветно служить, женщине так ему служить беззаветно, чтобы это желание, его сердце стало неотвратимым. Точно так же, как мужчина идёт в ЗАГС по траурный марш, точно так же он соглашается. Ну ладно, что делать? Давай заводить ребёнка. Криваться некуда. Понятна система? Женщина должна доказать. Он не хочет. Ты заставил его захотеть. Женщина вдохновляющая сила, мужчина исполняющая сила. Он у меня пьёт. А ты сделала так, чтобы он не пил? Он изменяет. А ты как думаешь о нём? Если ты думаешь о нём, как о верном человеке, твоём человеке, тогда ему трудно будет извинять. Если ты уверен, что всё, как бы этот человек твой, он исправится, тогда ему вообще невозможно будет извинять. Женщина обладает силой влияющей, а мужчина — сила исполняющая. Есть исследования, которые показывают, что если женщина уважает очень сильно своего мужа, а он начальник в коллективе, то тогда ему легко управлять коллективом. А если она не уважает своего мужа, его все подчинённые не уважают, это на подсознательном уровне происходит. Никто не может понять, как это происходит. Но факт остаётся фактом. Жена не уважает мужа, все его тоже не уважают, хотя могут сделать вид, что уважают. Видите, женщина — влияющая сила, мужчина — исполняющая силу. Хочешь, чтобы муж изменился, служи ему так, чтобы он тебя начал уважать. Когда он начнёт тебя уважать, он будет тогда слушать тебя. И когда он начнёт слушать, говори ему то, что надо. Мягким, ласковым голосом. И всё, и он станет, каким надо. В этом нет сомнений. Сначала надо вызвать доверие своим поведением, а потом уже словами, спокойно, ненавязчиво. Без «навязчиво» означает «корысть». Почему мы друг другу говорим «навязчиво»? «Почему ты меня не любишь?» Это значит, ты хочешь эксплуатировать этого человека. А если женщина уже победила это желание эксплуатации, она поняла, что любовь принадлежит женщине, а не мужчине. Если женщина начинает любить мужчину, он отражает эту энергию любви. А если она его не любит, он ничего нечего отражать. Ответственность или уважение — это мужская энергия. если мужчина сам не уважает женщину, она его не будет уважать. Если он уважительно к ней не относится, уважительно означает позволять женщине быть эмоциональной, каблучить, истерики катать, делать глупости. Ну да, ну купила я себе это платье, ну и что можно сделать теперь с этим? Мужчина думает, ничего, хорошее платье, классно, будем зубами стучать месяц, все нормально. Может, кривит возьмем? Нет, не будем брать кривит. Будем зубами стучать. Все, отлично. Она довольна. Постучим зубами, зато платье есть хорошее. Видите, это мужчина, мужское поведение, он был доволен всем, он со всем согласен, все нормально, проблем нет. И это означает уважение к женщине, уважает женскую природу, что она имеет право на такое поведение. Все, это женщина будет уважать сразу, она скажет. Потому что женщина уважает, отражает. Любая женщина склонна уважать мужчину, так же, как любой мужчина склонен, склонен любить. Но для этого женщина должна любовь свою отдавать постоянно, что очень трудно, потому что женщине хочется, чтобы ее любили. А так как она источником любви является, она должна ее отдавать, а не хотеть себе. То есть так же мужчина должен отдавать ответственность или уважение к женщине, и тогда она начнет естественным образом его уважать. А мужчине хочется, чтобы его уважали. Понимаете, нам всего, да, хочется того, что мы сами должны делать. В этом прикол заключается. Итак, видите, есть третий еще уровень счастья, который мало кому доступен вообще. Это третий уровень счастья. Я сейчас объясню, как он действует. Есть две судьбы у человека. Две судьбы. Первая судьба дается в результате наших поступков в прошлых жизнях, поступков и желаний. Создается судьба, о которой мы идем. Это дорога. Это не значит, что все должно происходить так, как в этой судьбе намечено. Это значит, что если ты не сдал экзамен, значит, произойдет. А если сдал, значит, ты сможешь это переодолеть. Это не произойдет. Понимаете, эта дорога не то, что она фатализм какой-то. Есть фатализм в рождении и в смерти, и в некоторых вехах жизни. Но в самой судьбе нет фатализма. Есть непреодолимая карма какие-то этапы жизни. Непреодолимая. Ты потому что непреодолимая, что нельзя ничего сделать. Просто ты не можешь сейчас. У тебя нет силы. Потому что для святых людей нет ничего непреодолимого. Понимаете, они даже время своей смерти могут поменять. День смерти могут поменять святые люди. Нет ничего преодолимого. Я в Индии был в одном месте, в Южной Индии. Называется Шрирангом. Такой храмовый, огромный комплекс десятки километров. И там есть один святой. Он жил где-то 800 лет назад. Замальзамированный святой. Вот так вот у него рука стоит. В бальзаме, в таком толстом слое бальзама сидит человек. Вот так вот руку держит. Его зовут Рамануджа Ачария. И как он уходил, в лентописях описано, что в день своего ухода он знал момент своей смерти, дату смерти. И это тоже признак святости, кстати. Сергей Радонежский тоже лег в гроб перед тем, как ему тело оставить. Это известный факт, что так святые люди могут делать, знать свое время ухода. Он сказал, что завтра у нас будет последняя лекция. Кто ничего не понял, все пришли. Он начал рассказывать и говорит, а сейчас я вас оставляю. Вы уже получили все мои наставления. И они говорят, «Нет! Пожалуйста, ещё один день наставления». Он говорит, «Хорошо, хорошо». И 24 часа непрерывно давал знания своим ученикам. А потом, когда эти 24 часа закончились, он вот так ручку поднял, улыбнулся и тю-тю. Оставил тело вот в таком положении. Весело, да? Перед тем, как оставить тело, он сказал, «Ещё несколько тысяч лет я буду приходить в это тело, как только у вас появится желание иметь на тонком плане со мной отношения». И потом раз — и оставил тело. И он сказал, что вы будете видеть признаки того, что я прихожу. Знаете, каким признаком является? Ему раз в месяц остерегают ногти. 800 лет подряд уже. Весело, да? Продолжение следует. Весело. Allево. Продолжение следует...